Здарова народ! Как прекрасен тот момент, когда ты купаешься в теплом море, на улице идеальная погодка, сверху припекает солнышко и все у вас ха-ро-шо! Но этот прекрасный момент резко заканчивается, когда что-то задело твою ногу под водой и ты бросаешься силы на то, чтобы быстрее доплыть до берега. Пока этот ужасный монстр, что гонится за тобой, не успел откусить тебе ногу. В этом видео я расскажу про топ ужасных существ, живущих в море. Возможно, кто-то из них и задел вашу ножку. Приятного просмотра! Каждый из нас, кто ходил на рыбалку, знает, что самый обычный способ ловли рыбы, это наживить червяка на крючок и закинуть воду. Но червяк, про которого я сейчас расскажу, скорее всего сам насадит вас на свои мощные челюсти и утащит свою глубокую нору. На самом деле, это не более чем шутка. И для человека этот червяк безвреден. Почти. Если вы, конечно, сами к нему не полезете или случайно не потревожите. Носит этот червяк латынское имя Аунице Афродита. Но чаще всего его называют червь Бобита. Чаще всего их можно встретить в тропических водах на глубине от 5 до 100 метров, в местах с песчаным грунтом или коралловыми рифами. На ранних стадиях развития размер этого червяка составляет примерно 10 сантиметров, но со временем он может вырасти до 3 метров. В его рацион входят рыба, ракообразные и другие морские обитатели. Для обнаружения своей добычи, червь Бобит использует хитиновые усики, которые обладают высокой чувствительностью. Когда цель находится в зоне досягаемости, червь молниеносно высовывается из своей норы и резко хватает добычу своими мощными, похожими на капкан челюстями. Он атакует с такой силой, что нередко перекусывает добычу пополам. Но это еще не все. Если жертва червяка оказалась слишком большой и ему не хватило сил убить ее сразу, то в скором времени начнет действовать парализующий яд. Жертва будет обездвижена, а червь может спокойно затащить свою добычу к себе в нору. Документально подтвержденных случаев прямого нападения Бобита на людей зафиксировано не было. И это немного успокаивает. Следующее прекрасное глубоководное существо нашего списка – морской черт. Обитает на больших глубинах, куда практически не пробивается солнечный свет. Иногда может опускаться до 5 километров в глубину. Но в таких условиях эта рыбка чувствует себя вполне комфортно. Ведь по факту она становится единственным источником света на такой глубине. А это, в свою очередь, привлекает добычу. С помощью своего отростка, светящейся благодаря биохимическим реакциям, морской черт привлекает любопытную рыбу и постепенно приманивает ее к своей пасте. После чего резко проглатывает добычу целиком. Морской черт – довольно жадная и прожорливая рыба. Имея рот и желудок больших размеров, он способен захватить достаточно крупную добычу. Но из-за острых и длинных зубов, он не может отпустить свою жертву, которая не помещается у него в желудке, и давится ею. Но самое необычное в этих рыбках – это то, как они размножаются. Самцы и самки так не похожи друг на друга, что их раньше считали разными видами рыб. Их размеры сильно отличаются. Самка может быть в десятки раз крупнее. Когда самец становится достаточно взрослым, он отправляется на поиски своей половинки. Когда же самец находит ее, он аккуратно подплывает к ней со стороны спины или живота. Ведь самке все равно кого есть, так что осторожность не помешает. И впивается в нее своими острыми зубами. Вскоре губы и язык прирастают к телу самки. Таким образом он становится паразитом, который питается кровью через сросшиеся сосуды. Со временем у самца атрофируются почти все органы. Остаются работать лишь сердце и жабры, помогая снабжать всем необходимым семенники. Следующий кандидат – это ужас для арахнофобов. Краб-паук. Обитает в Тихом океане у побережья Японии. На глубине от 50 до 800 метров. Размах лап может достигать 4 метров. А вес превышать 19 килограмм. Он имеет 4 пары ног и одну пару рук с мощными клешнями. Питается краб практически всем, что попадется ему на пути. Моллюски, мертвая рыба, подводные растения и различная падаль. Краб имеет текзоскелет, то есть панцирь, который защищает его от крупных хищников. Например, таких как осьминог. Также, краб может сливаться со скалистым океанским дном и украшать свой панцирь губками и другими животными, обеспечивая себе отличный камуфляж. Он сбрасывает панцирь по мере роста. Под старым панцирем развивается новый, мягкий, который после сбрасывания старого расширяется, а затем затвердевает. Продолжительность жизни краба-паука от 50 до 100 лет, что делает его одним из самых долгоживущих животных на земле. Следующий. Маленький, но очень агрессивный подводный монстр. Рак-богомол. Вам смешно? Не торопитесь. Не стоит судить его по размерам, ведь этот малыш обладает чудовищной силой. Его длина около 20 сантиметров, а масса обычно не превышает 200 грамм. Тело рака покрыто плотным хитиновым покровом и имеет лазурно-зеленый цвет. Он очень агрессивен и нападает почти на всех, кто попадется ему на пути. И не важно, кто это будет, маленький краб или 100-килограммовый мужик, ведь разница в размерах этого парня не пугает. Да и вообще, его в принципе ничего не пугает. Рак-богомол свое название получил благодаря согнутым под углом передним многочелюстям. В спокойном состоянии, похожие на передние лапы богомола. Своими многочелюстями он бьет с силой в 2500 раз больше собственного веса. А скорость удара может доходить до 80 км в час. И это все под водой, при очень высоком сопротивлении. Одного его удара обычно достаточно, чтобы отправить жертву в глубокий нокаут, а иногда сломать пополам и даже разбить на куски. Скорость удара настолько высока, что в месте удара возникает крошечный пузырек пара, раскаленный до 4500 градусов Цельсия. А это сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Если вы представили подобную картину, то нет. Этот момент длится доли секунды, поэтому подобной реакции не происходит. Сериями ударов он бить не может, так как механизм его лап требует времени на перезарядку. И если разобраться, то он как бы и не бьет, а выстреливает своими мощными нагочелюстями с помощью приспособления, чем-то похожим на арбалет или лук, который можно зарядить и держать в этом состоянии долгое время, после чего выстрелить при необходимости. Некоторые аквариумисты, которые пожелали завести себе такую зверюшку, быстро начинают жалеть об этом. Сначала рак богомол убивает всех обитателей аквариума, даже не ради еды, а просто так. Ведь это настоящая машина убийств, полная ненависти ко всему миру. А тут его еще и в аквариуме закрыли. Но это ненадолго, ведь следом за убитыми обитателями идет и стекло аквариума. Не менее интересны строения глаз рака богомола. Человек может различать три основных цвета, синий, красный и зеленый. Все остальное сочетание этих трех цветов. Рак богомол видит 12 цветов, то есть на 9 больше, чем мы. Представьте себе цвет, который нельзя представить, потом представьте это еще 8 раз. Человек обладает бинокулярным зрением. Наши глаза создают две картинки, по изображению на каждый глаз, который объединяется в единую картинку. А вот глаза рака богомола видят три изображения сразу, причем каждый. Итого 6 картинок одновременно. Напоследок хочу сказать, никогда не суйте пальцы этому зверю, ведь он может легко вас их лишить. Ну как, вы все еще хотите посмеяться над этим малышом? Ну а завершает наш топ самое уникальное животное на планете. А уникальное оно, потому что это единственное существо, которое не может умереть своей смертью. Бессмертная медуза Туритопсис нутрикула. Этих медуз обнаружили в большом количестве в Средиземном море, а также в водах Японии. Бессмертные медузы размножаются половым путем. Самец выпрыскивает семенную жидкость прямо в воду, и небольшое ее количество попадает внутрь женской особи медузы. С течением времени оплодотворенная яйцеклетка развивается в свободную плавающую личинку. Вскоре она опускается на морское дно и прикрепляется к каменистой поверхности. После этого личинка меняет свою форму, и из нее вырастает колония, или полип. Всего через несколько дней от полипа отделяются миниатюрные медузы диаметром около миллиметра. Все они являются точной копией друг друга. Эти медузы обладают уникальной способностью останавливать свой жизненный цикл и обращать его вспять. Это означает, что взрослая особь может вернуться к стадии полипа и пройти все этапы заново. Это схоже с тем, как если бы взрослая курица могла вновь стать яйцом, а бабочка гусеницей. Данная особенность обеспечивается сложным процессом, называемой трансдифференциацией клеток. Его суть заключается в том, что клетка может превращаться в другой тип клетки, благодаря чему достигается биологическое бессмертие. Если бессмертная медуза ранена, испытывает голод или любой другой экологический стресс, то сначала она превращается в небольшую сферу, а затем вновь становится полипом. Генетический код такой колонии полностью идентичен коду взрослой медузы, причем трансформироваться она может бесконечное количество раз. Бессмертие, удары, которые достигают температуры солнца, все это похоже на научную фантастику, но нет, это реальный мир. Мир, в котором мы с вами живем, он полон тайны загадок и ждет новых научных открытий. Изучайте науку, читайте книги, смотрите больше познавательных видео, ведь всегда можно узнать что-то новое для себя. А на этом наш топ подходит к концу. Напишите в комментарии, с каким из перечисленных существ вы не хотели бы встретиться больше всего. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.